С праздником Вознесения Господня, дорогие наши радиослушатели, братья и сестры! В прямом эфире православное радио «Радонеж». С нами сегодня в студии находится протерия Артемия Владимиров, старший священник и духовник Алексеевской женской обители, член Союза писателей России. За режиссерским пультом раба Божия Галина, у микрофона ведущая Елена Путинцева. Приветствуем вас! Субтитры создавал DimaTorzok На литургии мы приветствовали друг друга словами «Христос в воскресе», а сегодня уже отмечаем праздник Вознесения Господня. Батюшка, в чём же смысл, в чём суть этого праздника, о чём мы в эти дни прежде всего должны размышлять и какие события вспоминать? Не знаю, что мы должны, потому что к цвету Господень там свобода, но то, что благодать, собравшая нас сегодня в храмах, и особенно в храме святых новомучеников и исповедников Церской, Русской, Сретенском монастыре, где свершилось великое освящение через руки Святейшего Патриарха, всеобщее воодушевление и радость учеников Христовых побуждает их смотреть туда, куда взошёл Господь в лёгком облаке, а взошёл Он в область невечернего и даже более того неприступного света, где святая Троица от вечности пребывает, хотя слово «где» не слишком подходит для Бога безначального, вездесущего и всемогущего. Однако Христос Воскресший идёт к Отцу, чтобы приуготовить нам жилище, ибо Он усаживает, посаждает своё человеческое естество, нераздельное от божественной природы, отеснуя Отца с тем, чтобы мы знали отныне наше Отечество не на земле, но на небе. Мы не имеем здесь пребывающего града, но взыскуем грядущего того небесного Иерусалима, светильником которой является Агнец, распятый и воскресший. Спаситель приготовил нам вечные квартиры, обители в дому Отца моего, многих суть, говорил Спаситель ученикам. И мы, как отдельные камни, собранные зеждительной силой Святого Духа, собраны Церковь Господнюю. И если с Ним Господом здесь трудимся, страждем, борясь со страстями, воинствуя с лукавым, восставая покаянием после невольных согрешений, если здесь Господу служим, Его имя прославляем, Его энергией действуем, к Нему устремляем наши помыслы, Он в нас таинственно пребывает, а мы в Нем, то, конечно же, чудолюбивый Господь не лишит нас Своей милости и там, за гранью земного бытия, являя полноту своей любви, роду человеческому, Спаситель соберет нас в Своего престола и мы увидим то, что на земле человеческий глаз не видит и о чем сердце не помышляет. Вот о чем хочется сегодня мыслить, думать, говорить, молиться, потому что Спаситель проложил нам путь новый и живой, задал нам перспективу, вектор движения, и поэтому здесь на земле, по слову Святителя Феофана, мы живем во плоти, но не по плоти, живем в миру, но не по-мирски, воздыхаем и чаем нашего грядущего преображения и освящения. И дай Бог, чтобы много ли, мало ли, все мы, равно как и наши слушатели, восприняв импульс божественной благодати, себя ощутили и осознали, хотя и не достойны такой милости чадами света, сынами царства, существами крылатыми, рожденными летать и не ползать, и радость о Христе воскресшем и восшедшем на небеса осеняла наши души. Праздник Воснесения называют еще праздником встречи и праздником разлуки. Батюшка, вот Вы говорили о радости, о той радости, которая посещает нас в этот праздник, и радость посетила апостолов, хотя они разлучились со своим учителем вплоть до второго. Разлучились, ибо уже не имели возможности общаться с ним по плоти, то есть по человеческим законам бытия. Но Господь, утешая своих учеников, говорил, если я не взойду к Отцу, то иной утешитель Дух Божий не придет к Вам, а Дух Господень снизойдет на апостолов через десять дней и напечатлеет в их сердцах образ Христов. Вот почему Спаситель говорит о всяком верующем. «Если тот исполнит Слово Христову, будет жить по Его западам, то Отец возлюбит Его, и Спаситель явится своему ученику, более того, Отец и Сын и Дух Святой придут и сотворят обитель в сердце каждого искреннего последователя Христова». Соответственно, мы с Вами чаем и ожидаем какой-то непостижимый, непонятный для мирских людей радости общения со Христом сокровенного, таинственного, незримого, но вполне осязаемого для нашего бессмертного Духа, а значит для наших мыслей, для наших начинаний, потому что верою, говорит апостол Павел, нашей верой Христу надлежит вселиться в нас, изобразиться в нас. Нам подобает укрепиться во внутреннем человеке силуя Святого Духа. Христос хочет в нас пребывать, с нами сопребывать, в нас жить, ходить, действовать, являть в этом временном, стремительно изменяющемся, движущемся, бегущем к своему концу мире свое присутствие. И это тайна, которая относится, соотносится самой сутью и смыслом нашей веры. Потому что торжество веры заключается именно в указанном сопребывании Христа Искупителя с нами. Так что Он лоза всегда живая, всегда цветущая, всегда плодоносящая, а мы маленькие отростки, маленькие побеги, веточки. Святые плоды и ягодки. Если только вера наша имеет подтверждение в благочестивом образе жизни, если мы окормляемся, питаемся, как младенцы, таинствами церкви и святим имя Господне в сердцах своих. святитель Николай Сербский говорил, что вознестись может только тот человек, в котором находится небо, который сам в себе содержит небо. Но вот у апостола Павла в послании к Солунинах мы читаем, что истинные ученики Христова будут вознесены в последний день в встретине Господне на воздусь Это доступно. Вознесены силой Божией, начаток которой, как некий залог, как перстень обручения присутствует в нас. Это тот самый дар Святого Духа, который нам был дарован в таинствах крещения и миропомазания. Этот дар мы ни в коем случае не должны забыть, угасить, подавить неправдами, расцлить нечестивым образом мысли и жизни, но этот дар необходимо осознать, этот дар необходимо беречь, этот дар сам собою умножиться, если мы оплачем наши легкомыслия, наше невежество и будем таким образом возгревать смирением, покаянием, молитвы и любовью живущий в нас дар, харизму Святого Духа. Адам был в раю и в Адаме был рай, говорит святитель Иннокентий Московский, которому и вторит святитель Николай Японский. Николай Сербский, если в тебе есть кусочек неба, то есть ты поступил под управление Святого Духа, тобою управляют не страсти, ты вышел из-под влияния дьявола, и Христос прикоснулся своей деснице, своим вещем перстом к твоему чулу. Помните, как описывает эту тайну святой Иоанн Богослов? В книге Откровения, когда увидев Христа воскресшего, любимый ученик упал без чувств, Спаситель прикоснулся и восставил его, и тот узрел Господа, лицо которого сияло ярче солнечного света, а из уст исходил меч обоюдо острый. Итак, если в нас есть этот кусочек, выражаясь нарочито детским языком, частицы, искра Божьей благодати, и мы содержим ее в части, то есть, как в нерукотворенной лампаде, мы бережем этот огонек и подливаем в него елей, елей это наше, богомыслие, наши молитвы, самоукорение, сражение с лукавым, сопротивление страстям, деятельное милосердие, то эта частица ярко-ярко разгорится, неведомо для нас, и особенно в час нашего исхода, и сугубо в час всеобщего собрания верных к воскресшему Господу, когда Он внезапно, словно молния, явится судить мир. Вот почему христиане это существа очень глубокие, существа таинственные, носящие в себе эту непередаваемую словом тайну. Какую тайну? Единение с воскресшим Христом. Христианин никогда не бывает один, никогда не бывает оставлен Богом, потому что даже если судя извне, он болеет, страждет, подвергается каким-то злоключениям, находится среди недоброжелателей, кому-то его внешняя жизнь кажется однообразной, неяркой, неинтересной. На это апостол Павел говорит, что мы в глиняных сосудах носим некое небесное сокровище, сокрытое от мира. Мы имеем в себе то, что дороже всех сокровищ мира ретипет о искре благодати Духа Святого. Вот эта искорка и будет для нас когда-то крыльями. Эта искорка, разгоревшись, сделает нас способными летать, восходить к престолу Божьему, сделает нас уже с воскрешенными телами более легкими, чем кучевые и перистые облака, быстродвижными, как стремительно двигаются стрижи и ласточки. А сейчас на земле, покуда еще никто об этой тайне из внешних не помышляет, искорка Духа Святого нами таки познается. Чем? В чем? По каким признакам? мы имеем дар всегдашнего молитвенного устремления ко Христу ума и сердца. Чем бы ни занимался христианин, что бы ни делал, ногами, ходит, руками, действует, отдыхает или общается со людьми, а в тайне сердца искорка мерцает и устремляет наши помыслы ко Господу. Выражается это в памяти о Боге, выражается это в убежденном, в убежденности, в ощущении, в уверенности, что нас Бог видит, слышит, наблюдает за нами, помогает нам. Выражается это в чувстве зависимости от Господа, благоговенстве пред Его святыней, то есть в страхе Божьем очень опасно, не хочется, страшно Бога забыть, от Него отступить, Его прогневать, отдалить от Себе Его милость. Выражается в радостной уверенности, что Господь нам поможет, Он нас не оставит, как Отец чудолюбивый прижмет к себе, сохранить нас в своих объятиях, либо мы не возносились, не гордились, но чувствовали себя вот такими сосунками, а значит, христиане носят себе ту самую радость, о которой апостолы услышали тотчас по воскресенью, Христа, радуйтесь, да и возвратились они с горы Элеонской в великой радости, чуя и чая, что Христос не оставил их, но таинственно отпечатлеется в их сердцах и даст им еще более удостоверительное, ясное, прекрасное, осязательное познание о нем самом, а через Христа об Отце, и все это свершится силой Духа Божьего. Батюшка, апостол Павел ведь еще при жизни был вознесен до третьего неба, это, наверное, уникальный был случай в истории. Вы меня так спрашиваете, как будто бы я заодно с апостолом Павлом до третьего неба был каким-то домкратом поднят. Третье небо это все-таки еще не то небо, не та горняя сфера превыше всего видимого и невидимого, где, если только слово, где уместно для вездесущего во свете неприступной своей славы сопребывают Отец, Сын и Дух Святой. Но не один апостол Павел, а вслед за ним сонмы истинных христиан познали сокровенное, просто не распространялись об этом. Что сказать о нашем пра-соотечественнике блаженном Андрея Христа Раде иродивом побывавшим в раю. И те, кто начитаны в житиях святых, знакомые с эгеографией, вспомнят, что и простые повара, Ефросин повар, помните, такой был замечательный святой, видели райские яблоки, более того, в подоле, простите, в своей одежде приносили в обитель, где они подвязались, эти спелые плоды. Кстати, о спелых плодах. 11 июня, в день всех святых, от века бога угодивших, мне хочется, дорогие наши слушатели, пригласить вас в соборную палату, это замечательное здание Свято-Тихоновского университета Лихов-Переулок 6, пригласить вас поучаствовать в праздничном вечере, в день всех святых, вечер я этот назвал спелые плоды. Будем с вами беседовать о тайнах нынешнего и будущего века, о благодатном преображении христиан, а ведь мы младшие братья, святых, которые проложили собственным примером указали нам путь к спасению и явили в своей жизни эти благуханные плоды смирения, чистоты, мира, мудрости, любви. И беседа моя свершится, так сказать, под музыку Вальфганга Амадея Моцарта. Я пригласил на помощь себе для вашего утешения Московский камерный оркестр Времена года художественный руководитель Владислав Булатов. Вы услышите замечательных солистов Любовь Юрьеву, Арфа, Пряткина Юрия Флейта. Думается, что мы достигнем Божьей помощи органичного сочетания живого духовного слова и светлой классической музыки. Благотворительные купоны можно приобрести у нас в церковной лавке Алексеевского женского монстыря. Это Москва, второй Красносельский перевод, Дунсель. А то хотите, воспользуйтесь контактным телефоном. Запишите его, пожалуйста, 8-916-225-09-62. 916-225-09-62. Думаю, что этот вечер, воскресный вечер, в 17 часов в полудни, 11 июня, в День Всех Святых, отзовется духовной радостью в наших сердцах. Прежде того, 30 мая, грядущий вторник, мне хотелось бы пригласить зеленоградцев и не только. Дворец культуры Зеленоград, это самый большой и комфортабельный дворец в центре города, 18-30. Тема беседы «Вечная весна человеческой души», вход свободный. Справки по телефону 499-734-31-71, 499-734-31-71. Сейчас все начинает расцветать. Наконец-то весна и воистину священная. Священная, потому что мы сейчас проживаем святое время от Вознесения до Троицы. Вступила в свои права и даже в нашей Москве ощущается благоухание уже раскрывших свои лепестки тюльпанов. Вот-вот расцветет сирень, покрытая яблонями белоснежным цветом. Так хочется побеседовать все в дарах Святого Духа, которыми Бог украшает человеческие души. 30 мая 18-30 Зеленоград Дворец Культуры. Ждем вас, дорогие друзья. Батюшка, хотелось бы еще сегодня вспомнить, что в день Вознесения в этот праздник произошло воссоединение русской и зарубежной церкви, и в этом году мы празднем Евгений. 10 лет со дня этого памятного события, события, которое во многом предварило восстание или явление русского мира по существу с 14-го года, это стало особенно заметно, вхождением Тавриды в Россию, и я усмотрел как раз на освещении замечательного дивного по красоте собора во имя новомучеников России в Сретенской обители портре Виктора Потапова, один из видных маститых пастырей словесных русского зарубежья, приехал поучаствовать в этом торжестве, насколько я знаю, покров осенний праздник начнет с собой торжество там, в Северной Америке, когда будет отмечаться это замечательное Богом данное событие и милость воссоединение русской церкви, возобновление евхаристического общения между московским патриархатом и зарубежным синодом русской церкви. Батюшка, передали вопрос о журнале Купель. Вы когда-то состояли членом редколлегии и спрашивают, возродится ли этот журнал и есть ли какие-то подобные ему журналы сейчас. Насколько я понимаю, журнал детский Купель, да, я, к сожалению, не имею прямого отношения к его издательству, а писал в свое время туда статьи. Кажется, что у нас все-таки есть раздел зернышка в журнале «Православная беседа». Мы недавно говорили о том, что возобновляется подписка на вторую половину года, и в «Православной беседе» есть замечательные странички детские. есть журнал «Свечечка», но провинциальный журнал детский, он часто появляется у нас в Москве большими тиражами. Вам приходит на память? В ступени? В ступени? В ступени, провинциальный журнал в Рязани, в Саранске, в колокольчик. Это все-таки такие местные локальные издания. Конечно, хотелось бы, чтобы в более полном варианте возрожден был столичный детский журнал, где безусловно очень важная. Многие вспоминают «Зорьку». «Зорька», ну, тоже наш школьный журнал, конечно, он был очень содержательным благодаря талантливым людям, которые вы и давали. Вот сейчас в Москве зарегистрирован Русский Художественный Союз, в котором собраны замечательные имена архитектора Анисимова, люди, которые ставят свои задачи содействовать возрождению русской духовности, нашей национальной идентичности средствами искусства в области литературы, кинематографии. Захар Прилепин, известный писатель и один из участников ополчения в Донбассе, видная фигура Русского Художественного Союза, не успел он появиться и декларировать свои цели совершенно ясные и мирные. кстати, этот союз воссоздан как аналог общества русского духовного возрождения русского искусства в начале века, незадолго до революции, куда входили Нестеров, другие художники, и тотчас, как это его и следовало ожидать, всякое доброе дело предваряется, последует со всякими искушениями, какая-то публика представителей концептуального искусства, которое ни уму, ни сердцу ничего не дает, а разлагает по существу тысячелетнее наследие, сами знаете, какие вакханалии сейчас творятся в наших театрах, вот громкая история с гоподином Серебренниковым, какие-то там приваловские миллионы государственные растраченные ни на что, а Гоголь-центр превратился в центр разврата, растления, геотеатр, проповедь извращенства, равно как и МХАТ господином Богомоловым, но не буду сейчас осквернять уши наших добронастроенных слушателей, у нас все-таки праздничная тема, очень хочется надеяться, что этот Русский Художественный Союз ставящий свои задачи объединить литераторов, священников, подвязающихся в проповеде служения русской культуры, педагоги, сценаристы, режиссеры. Хочется надеяться, что вслед за укреплением этого Союза новые инициативы будут встречены благосклонно правительственными организациями, а нелегко идет борьба, сегодня сами знаете, всего громче кричат грантоеды, которые часто утилизуя бюджетные средства содействуют не воспитанию нравственному не просвещению нашей бедной публики, а ее прости Господи оскотиневанию. Батюшка, вот Вы сказали о создании художественного русского художественного союза, в который входят многие замечательные деятели искусства, но вот многие сегодня приходят к мнению, что несмотря на то, что русская весна дала нам много примеров подвига, величайшего героизма русских людей, почему-то не рождаются сейчас каких-то талантливых, гениальных произведений, где они? А Вы читали русский крест Мельникова? Читала. Но это было еще до того написано, намного раньше. Талантливые произведения это не цыплят из инкубатора, но нельзя сказать, что не рождаются. А Вы видели собор святых новомучеников церкви русской. Это же чудо, чудо нашего времени. А как поет Сретенский хор, который сегодня там с небес звучал торжественно. Это тоже чудо вокального искусства. И вот вскоре в Донецке состоится вечер в главном театре Донецка замечательное классическое такое издание, где будет представлен сборник поэзии, посвященный этой многострадальной земле. У меня, к сожалению, нет под руками этого сборника, мне обещали его привезти. Но это тоже чудо, потому что сегодня много новых имен, которых еще широкий читатель или зритель не знает. Не так часто можно услышать по телевизору тех вокалистов, которые возрождают русскую культуру, несут ее в себе. Но имя Погудина, слава Богу, всем известно, камерный певец, который владеет всем нашим классическим наследием. Нет-нет. Сказать, что сегодня выдержанная земля в области культуры нельзя. Другое дело, что пробиться нелегко. Средства массовой информации являются собой довольно плотную среду, выталкивающую из себя всякое инородное тело. Да, вот нетрепку мы знаем. Замечательную нашу певицу с Украины, которая восторгается весь мир. Звучность ее голоса, ее пластика, естественность. Кажется, что никакого труда ей не составляет возлетать во области заочной, такой богатой голоса. И это тоже наша культура. И среди живописцев на Кузнецком мосту недавно состоялось открытие выставки, где лучшие имена, но они мало известны, опять-таки, широкому зрителю, потому что есть такие мэтры еще с советского времени на Лужковке, с капиталах, в области монументального искусства Церетели, где там среди этих гигантов, исходящих из его мастерской, разглядеть тех скульпторов, которые на сегодня вошли в тысячелетнюю традицию. Но я думаю, что это особый разговор. Я в этом смысле очень рад возможности, войдя в этот союз, хотя бы увидеть, пообщаться с теми людьми, которых объединяет единое слово созидание в русле традиции, не разложение формы и содержания на бюджетные денежки, это так называемое концептуальное искусство, то, что характеризуется темной печатью постмодерна, ветер дует из-за Атлантики сегодня, к сожалению, многие страны вообще лишены уже классических академий живописи, вы не поверите, Италия, Франция, Америка, вот вы захотите там освоить азы в духе Леонардо и Микеланджело, ничего не получится, потому, потому, что всем завладели сегодня те, кто, если человека изображают, то в виде какого-то разворошенного механизма, хоть у Сальватора Дали было внешнее мастерство при разложении духовным, а нынче возьми в руки пульверизаторы с наглой физией на глазах изумленной публики, начинай нагромождать пятна несочетаемые или каля-маля в виде граффити и, пожалуйста, обогатишься только ни уму, ни сердцу, ничего не дадут эти уродливые выплески твои гордые, развращенные, а главное, неумелые души. Батюшка, не могу не спросить вас о ваших впечатлениях от поездки на Сахалин. Поделитесь, пожалуйста, вашими... Да, вот, по благословению Святейшего Патриарха я побывал на краю земли. Представьте себе, что у нас, скажем, в субботу начнется всеночное, под воскресный день, в пять часов. А там будет уже служиться первая на территории Российской империи божественная литургия. Разница восемь часов. И как в Калининграде на западной точке России выисит огромный собор нововыстроенный, так на Сахалине чудесный собор самый высокой в мире внешней мозаикой Христа. Искупители мозаика сделала русскими монстерами в Иерусалиме. Собор, который поражает также своей гармонией, величием. И от края до края свершается божественная литургия в течение всех суток у нас в России. Что меня порадовало на светлом острове Сахалине, а Южно-Сахалинск удивительно светлый город. Он производит какое-то отрадное впечатление. Дома выкрашены, говорят, это было к приезду нашего президента, мажорными светлыми красками, что создает определенное настроение. Порадовало еще и то, как сахалинцы чтут память Великой Отечественной войны. К сожалению, в учебниках написано лишь несколько строк, как наша доблестная армия в 45-м году после Дня Победы за месяц разгромила японскую армаду. И Япония капитулировала. Чем воспользовались, кстати, наши зарубежные партнеры, оккупировав один из островов Японии, свернув шею японскому милитаризму, под себя подмяли эту воинтонную нацию, разоружив ее. Но то, что вы увидите в Сахалине, поражает ваше воображение. Мемориал славы, буквально год тому назад, там, рядом с собором, выстроенный с двумя крылами колоннады, воспроизводящие в известном смысле колоннаду Казанского собора. Очень красиво, гармонично. Ну, а внутри еще формируется музей, из которого просто выйти невозможно. Он сделан по последнему слову техники, простите, искусства и техники, наверное. Это воспроизведенные в виде бутафории, хотя слово бутафория имеет отрицательный смысл, такие панорамы боев на Сахалине, особенно в гряде Курильских островов, самый северный остров Курил, примыкающий почти что к Камчатке, был неприступной цитаделью японцев. Они, ожидая американцев, атаки американцев, они начинили этот остров подземными ходами, забетонированными блокпостами, техники, было туда привезено словом, просто такой бастион неприступный. Вот подвиг наших солдат, советской нашей армии, которая получила приказ в рекордно короткие сроки перебазироваться на Дальний Восток, высадку десанта с моря под сплошным огнем противника, и вот воспроизведены по документам фигуры воинов, которые прорываются, сначала первая волна под покровом ночи, потом на рассвете, конечно множество погибших, но вы узнаете, что за несколько недель наши воины совершили какой-то неимоверный подвиг по существу. Остров Хоккайдо был уже окружен нашими войсками, и тут-то американцы сполошились, не желая терять тихоокеанский ареал, и они создали такой противовес, и Сталин дает отбой. На Хоккайдо уже мы не высаживались, но Курилы и Сахалин были возвращены России, а вспомним, что по итогам 1905 года русско-японской войны Сахалин Курилы не знаю точно, но были вновь заселены японцами, и южная часть Сахалина отошла к японцам. И сегодня, конечно, поражает воображение, ну, мне было как гражданину России очень отрадно видеть главная улица Южно-Сахалинска, называется улица Проспект Победы, и там Аллея Славы стоят каменные стелы и бюсты героев Советского Союза, огромный парк, танки на постаментах, вы знаете, ну, не хуже Парка Победы у нас здесь за Триумфальной Аркой, и все это дело рук наших советских и современных архитекторов, замечательные скульптуры, запечатлевшие у вечного огня подвиг наших воинов, то есть у вас представление возникает, что вы находитесь не в каком-то городочке, затерянном, впереди только Охотское море, но вы находитесь в центре России по величию, по размаху этих памятников, а в сочетании с собором вы действительно получаете убеждение, что Россия это великая страна, великая не в смысле какого-то внешнего превосходства, а духовной силы, которая вот и порождает такие замечательные шедевры. Конечно, Сахалин это красота природы, природа нетронутой, морские ландшафты, Охотское море, страшно холодное, но я не мог как москвич не покорить его и перекрестившись погрузился в это море плюс 5 градусов, ой, я вам скажу, холоднее только ангара. Помню, когда лет 10 тому назад я жарким летом погружался в ангару, у меня каждая косточка ныла это что-то. Но Охотское море тоже не для слабонервных и убеждения проверяются тотчас, что, почем, кто ты наш или от супостат наших. Удивительное богатство флоры и фауны, особенно флора океаническая и фауна это такое невиданное количество всяких диких видов рыб, это вам не норвежская, не норвежский лосось несовместимый с жизнью и даже не осетринка выкормленная на каких-то искусственных пищевых добавках. Но если палтус, то палтус, комбала, так комбала. А на прилавках есть это рыба? Да дело в том, что я в магазины не хожу, батюшка живет на подаянии, на столах. Но все там есть, безусловно, и такие какие-то невиданные деликатесы типа морской виноград, какие-то водоросли, но главное, что это все очень легко усваивается, это все полезно, это экологично, чисто. Чуть ли не возник соблазн просить двойного гражданства. А главное сокровище это люди, островитяне живут, конечно, единой жизнью с Россией, замечательный владыка Тихон Сахалинский, очень скромный, милостивый, заботливый владыка, и вот знаете ли, как у в поп, так у в приход. Очень светлая церковная жизнь на Сахалине, потому что под таким владыкой, бессеребрянником, любвеобильным хозяином, боголюбцем, молитвенником, который сам вам попридержит дверь, надеюсь, что он меня не слышит сегодня, потому что при жизни не рассказывает о таких вещах, но сам за вами, как нянька, ухаживает, подливает вам какую-то морсу, накладывает все, вы знаете, стоит поехать за три земель, чтобы познакомиться с таким владыкой, по домофорам которого и батюшки, как солнечные зайчики, мне пришлось встречаться с педагогами, с общественностью, города Южно-Сахалинска, города Корсакова, есть там такой соседний город, конечно, не хватает священников, и мне было отрадно хоть немножко потрудиться, встретиться с педагогами, вне храма пообщаться с ними, словом, Россия наша велика, обильна и могуча, дай Господи каждому из нас содействовать ее укреплению, ее нравственному становлению, и единственная сложность это часовые пояса, чуть только два-три ночи вы просыпаетесь, сон не в одном глазу, и часов до шести себе молитесь, думаете о том, о другом, нелегко за три дня, даже невозможно организму перестроиться на иной биологический ритм, но, тем не менее, большую я испытываю благодарность Господу, который дает возможность познакомиться с великой Россией от моря и до моря, а главное увидеть соотечественников, пообщаться с ними и порадоваться вместе с ними о Господе. Батюшка, какие-то новые поэтические произведения у вас родились на Сахалине или при перелете на Сахалин? Ну, вы знаете, только, может быть, в виде шутки, уж если вы спросили, светлый остров Сахалин омывается морями, а на сопках Сахарин блещут купола на храме, ведь тихие ветра просыпается природа и мелькает детвора в парке, я стою у входа и смотрю на небеса, в синих тонет взор просторах, это просто чудеса белых облаков узоры, мирный теплый Сахалин, я ценю твое радушье, янь внизу, на небе инь, на столе из моря суши. Батюшка, сегодня был последний звонок в школе Алексеевского монастыря. Так во всем... И во всех других школах тоже? Вы как преподаватель многих московских школ, наверное, сегодня приветствовали детей и обучивали их. Да, и мне хочется помолиться вместе с вами, дорогие друзья, за нашу молодежь. Вы знаете, я, как духовник своей школы, конечно, скромно оцениваю результаты деятельности нашей православной школы при обители, потому что есть математические школы, есть классические лицеи. И вот сегодня смотрел на спектакль «Синяя птица», которую сделали наши замечательные педагоги, привлекая и выпускников, абитуриентов, и первоклашек. И такая детская радость, непосредственность, может быть, видны какие-то грехи в декламации, но зато так дружно, так красиво, родители поучаствовали, костюмы пошили. Я думаю, ну, вот детский сад у нас такой, такая простота, конечно, звезд с неба не хватаем. И довольный, немножко еще испытывая головокружение после перелета Сахалина, вышел я на улицу и пошел приобщать старушку в соседнем квартале, а у нас обитель окружена школами государственными, есть там университетский лицей, еще другая школа, и вот у подъезда вижу абитуриенты из этих школ, девушки и юноши, ну, стайка, человек восемь, курят, стоят, девицы такие раскрученные, ну, дети, но с другой стороны выражение такой кушлости, молодежь какая-то такая серенькая, ну, люди и собираются на таких пятачках, тусуются, вот, молоко на губах не обсохло, но вижу молодежь уже тронутая тлением, и как-то мне, знаете, стало так очевидно, Бог оправдает существование наших школ, пусть шатка, валка, середина наполовинку, но у этих детей сохранено детство и девство, сохранена чистота, а значит, они испытывают радость бытия, они, милостью Божию, не вкусили запретного плода, не упали, не испортили себе жизнь, что будет завтра, мы не знаем, потому что хозяин барин, каждый распоряжается собственной жизнью, является кузнецом собственного счастья или несчастья, но то, что мы могли, сохранили для них детство, с Божьей помощью выпускаем таких же чистых ребят, какими они вошли в стены школы, чему-то научились, будут поступать в высшие учебные заведения, получат документы государственного образца, но подумал самоценные вещи, потому что можно достигать хороших интеллектуальных результатов, так дай Бог, чтобы в каждой школе не просто образовательные стандарты, а осуществлялись вот эти высокие замыслы и показатели были хороши, но при потере чистоты яйца выеденного не стоит вся эта осведомленность и компьютерная натасканность, потому что только ребенок, сохранивший к 11 классу чистоту души и тела, имеет все необходимое и достаточное для того, чтобы ему впоследствии раскрыться как личность для служения Отечеству, для служения Церкви Божьей, для служения Господу Богу. Дай Бог, чтобы наши светские школы тоже нравственно возрождались. Процесс непростой, но покуда еще дети не вхожи во дворы Господни, это очень сделать трудно из-за развращенности современного мира и из-за этой темной волны, которая идет через средства массовой информации и интернет на наших зайчуков. Но мы выстоим, будем делать все от нас, зависящее Бог поможет. Поздравляем вас еще раз, дорогие друзья, с праздником Вознесения, будем ждать Святой Троицы, до скорых встреч в прямой эфире и на наших православных собраниях. Игорь Негода.